В городскую архитектуру поступили заявки от 13 дизайнеров. Некоторые представили сразу несколько эскизов. Всего более 20 работ. В состав оценочной комиссии вошли специалисты управлений архитектуры и градостроительства, ЖКХ, культуры, депутаты, представители общественного совета. В основном, конечно, работы выполнены красками, карандашами, гелевыми ручками. Идеи дизайна стелл самые разные. Но так или иначе, большинство работ отражает историко-культурные особенности и географические приметы Анапы, ее назначение как детского и семейного курорта. В итоге комиссией были отобраны три наиболее удачные работы. На третьем месте проект Сергея Камагина, который отразил в 9-метровой стелле символы солнца, моря и песка, главных природных богатств Анапы. Второе место у Сергея Критари, предлагающего сделать въездной знак в виде пирамиды, каждая грань которой символизирует букву «А». На первом месте проектно-строительная фирма «Эриэл» и ее пять элементов. Проект предполагает устройство объемной композиции из пяти букв, составляющее слово «АНАПА» и олицетворяющих огонь, воду, воздух, землю и сердце, любовь к городу. Задача жюри состояла в том, чтобы отобрать три претендента на первое место, а выберут уже, видимо, власть города. Хотя мы свои приоритеты тоже высказали и расставили места для работ. Одной из работ мы рекомендовали к реализации просто в силу исторической справедливости. Ну и всем известно, что, например, Стелла, которая встречает гостей наших из аэропорта с корабликом, имела надпись «Керчь». И мы предлагаем ее... Один из вариантов проектных решений предлагал восстановить эту надпись. И мы рекомендуем тоже это сделать. В ближайшее время работы победителей представит главе «АНАПА» Юрию Полякову. Затем будет приниматься решение о возможности воплощения одного или всех проектов в жизнь. Руслан Душевский, «АНАПА. Регион».